И за нам не заизвестно. Пациент, мужчина 65 лет, 3 месяца назад делал КТ брюшной полости, без контраста, где выявили очаги в печени, увеличение лимфоуслов в животе. МРТ брюшной полости выполняется для проверки первого исследования. Оценки динамики от введения контраста пациент отказался. Печень. Положение форма обычное. КК РПД 163 мм, КК РЛД 68 мм. МР структура печени неоднородна. За счет множественных характерных секундарных очагов по всему объему печени диаметром до 33 мм. Наиболее крупные очаги на границе правой и левой долей диаметром 50 и 45 мм соответственно. В С7 очаг диаметром 52 мм. Коэффициент диффузии в них неравномерно снижен. Портальная вена 12 мм. Контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная. Внутри печеночная, сосудистая и бильярдная сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутри печеночные желчные протоки не расширены. В холедах прослеживается на всем протяжении. Не расширен. До 5 мм. Структура в его просвете однородная. Желчный пузырь не увеличен. МР признаки наличия конкрементов диаметром до 5-6 мм. Поджелудочная железа. Головка 28 мм. Тила 23 мм. В хвосте поджелудочной железы определяется неоднородное мягкотканное образование. Бугристой шаровидной формы. Размером 71 на 61 на 57 мм. Образование прилежит к левой почечной артерии. Внутри печеночные и желчные протоки не расширены. Версунгов проток не расширен. 2 мм. Селезенка расположена обычно. Правильной формы. В увеличении 156 на 84 мм. Ксиат 6 мм. Надпочечники в теле правого включения 21 на 13 мм. В теле левого 27 на 19 мм. Слева параортальный единичный лимфоузел размером 22 на 22 мм. Правая почка нормальных размеров. Паренхим однородный. Чашно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена. Паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Субкапсулярная двухкамерная киста 19 на 12 мм. Две кисты паренхима до 3 мм. Левая почка нормальных размеров. Паренхим однородно. Чашно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена. Паранефральная клетчатка структурна. Левый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Субкартикальная простая киста 16 на 11 мм. Паренхими киста 11 мм. Заключение. МР признаки образования хвоста поджелудочной железы Т3Н1М1, секундарного поражения печени, спеленомегалии, образований обоих надпочечников, забрюшинной лимфоденопатии, кист обеих почек басниак 1-2, спленомегалии киста селезенки. Рекомендовано КТ ОГК и ОБП с контрастом. Срочная консультация онколога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова